Кадры просто потрясают своей жестокостью. Бездомную собаку, забавы ради, облили бензином и подожгли. Мучения четвероногого снимали на видео и выложили у себя на страницах в соцсетях. Как правило, в результате таких издевательств животные погибают. Иногда им всё же удается спастись, но ненадолго. Искалеченные, без лап или хвоста, с ожогами, без зрения. В таком состоянии они доживают ещё какое-то время, но по итогу мучительно умирают от травм и голода. Чаще всего жертвами живодёров становятся бездомные кошки. Ингушские новостные паблики и волонтёрские группы в социальных сетях пестрят фотографиями измученных питомцев, которых находят на улицах, в подъездах, даже в реках. На кадрах трёхнедельный котёнок, которого в магазе дети пинали вместо мяча, играя с ним на поле. Проходящие люди успели забрать его до того, как им удалось нанести смертельные увечья. Усилиями волонтёров котёнку удалось вылечить, а вот этой собаке повезло меньше. Ей живодёра отрубили хвост. А ведь такое жестокое отношение к животным в первую очередь противоречит канонам ислама, напоминают богословы. Пророк Мухаммад сказал, что милостивые, те, кто проявляет милосердие, к ним проявляет милосердие Всевышний. Пророк Мухаммад сказал, что милостивые, те, кто на земле, и к вам будет милосердие, тот, кто на небесах. То есть милость здесь имеется в виду не только к людям, имеется в виду ко всем живым существам. Пророк Мухаммад, когда услышал, что некоторые люди ставят мишенью птичек каких-то в клетки и стреляют, то Пророк Мухаммад сказал, что они прокляты. Те, кто ставит мишенью для себя живые существа и стреляют. Очень много есть моментов, например, когда Пророк Мухаммад сказал, если вы бьете животное, то не бейте его по морде. То есть по морде даже животное нельзя бить, потому что, как мы знаем, внешность у человека это лицо, у животных это морда, чтобы внешность или вид не был искажен. Однажды один сподвижник положил барана, чтобы его зарезать. И стал перед бараном точить нож. И Пророк Мухаммад сказал, почему это ты не сделал раньше, то, что его несколько раз хочешь зарезать. То есть даже в этом случае, когда человек хочет зарезать барана, нельзя это делать так, чтобы баран видел это или какое-то животное. Нужно это делать до того, как человек соберется это сделать. Есть хадисы, в которых сказано, что Пророк Мухаммад запретил огнем убивать каких-то насекомых или животных или кипятком. То есть очень много хадисов, в которых сказано, чтобы не было истязаний, не было мучений к животным. И вот известный хадис есть, когда один человек, одна женщина закрыла кошку и не выпустила ее. И эта кошка умерла с голоду. И было сказано, что она попадет в ад. Поэтому она не выпустила ее, не дала ей самой найти пищу. И это и говорит о том, что мы обязаны хорошо относиться к животным и вообще ко всем живым существам. Находятся и неравнодушные люди. В Ингушетии нет официально зарегистрировано зооприюта. Но есть разные волонтерские организации, которые находят измученных питомцев, выхаживают их, даже вывозят за пределы республики. Лечение обходится недешево, поэтому чаще всего волонтеры объявляют сбор средств для искалеченных животных. Но все это не имеет смысла, говорят жители, пока сами люди не прекратят издевательства. В Ингушетии нет официальности. Но все это не может быть. Но все это не может быть. Сожженные, искалеченные, ни в чем не повинные существа. Кого-то выбросили из окна, кого-то расчленили. Психически здоровому человеку сложно равнодушно смотреть на результат такого поступка. Поведение живозеров можно объяснить только нравственной деградацией. Более того, такая агрессия к братьям меньшим является одним из показателей психических отклонений, как, например, шизофрения. Или предвестником других не менее серьезных расстройств личности. Поэтому оставлять безнаказанным учителей живо в отдых нельзя, потому что, как минимум, им самим нужна вовремя оказанная психологическая помощь. Богословы, общественники, волонтеры призывают всех жителей не быть равнодушным к этой проблеме, не проходить мимо, если на ваших глазах издеваются над братьями нашими меньшими. Амина Бокова, Адам Далатов, Новости 24.